Сегодня выходной день, и я решила провести его с пользы. Пришла на фестиваль исторических садов, который проходит в Царицыно. Посмотрите, какой миленький садик в классическом стиле. Особенно хорош вазон в центре. А в центре композиции в вазоне – корделина и белая бегония. И, конечно же, вензеля, выполненные из газона. Основой является гранитная крошка розового цвета. Такие сады обычно устраивались в окрестностях Санкт-Петербурга. Один из лучших, с моей точки зрения. Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга. Продолжение следует... мне как всегда везет везде куда не пойду встречаю андрея и его гортензии слушай хочу сегодня хотя бы что-нибудь новенькое узнать о новых сортах вот это гортензия смотрю крупнолистная но и уж все боятся сажать наших садах боятся а это можно это посадить это можно сажать как она называется называется она эндлит сам родители бесконечное лето эндлит без конца до конца слушай значит для того чтобы гортензии хорошо себя чувствовали крупнолистные у нас в садах а мне сказали что вот как и какой есть секрет нужно часть побегов срезать а часть побегов оставлять именно они которые пригнутые к земле которые мы оставили на них будет цветение в следующем году это правильно или нет значит в принципе можно выращивать я имею возможность подкрасить соцветия сделать его синим квасцами либо квасцами либо на щелочных почвах они имеют розовый цвет а на кислых почвах она будет ходить а некоторые бабушки туда подсовывают большое количество гвоздей ржавых тоже помогает да ну можно тогда вот моим подписчикам у тебя купить эту горку не что можно адрес свой скажи на всякий адрес на всякий случай договорю в москве это 1 останкинская 55 торговый центр в днх а наш стенд питомник гортензии нас легко найти пайлю номер два и даже на следующий год могу так сказать что будет открытие пайлю на цветоводство на водонка и мы там продолжим нашу папе из гортензии здорово давай еще одну гортензии рассмотрим а это что за чудо а это потрясающий сорт новой гортензии который вывел селекционера жанра но который прославился такими сортами чтобы люди все-таки понимали о чем я говорю это сорта ванилу прайс прайс мельба даймонд руж и много много интересных сортов этот сорт называется самарской лидия особенность этого сорта в том что этот сорт зацветает очень рано уже начинает вести с начала июня месяца предпринцип отрывается он и давно бутоны уже начинают бутоны появляется с одновременно с древовидной гортензии она мы даром аду время и самое главное что она в момент ее даже полного отцветания то есть сентябрь октябрь там ноябрь тогда как ванила прайс пример она уже такая невзрачная уже там грязноватая либо там как они уже не ярко рожневая это становится прям рубиновый темно-темно вишневая и есть интересная особенность у этого сорта высота метр метра десять диаметре она очень компактная то есть для микс бордеров для зон патио потрясающий сорт то есть как солитер на газоне и не посадишь маловато а вот смотри вот эти пятнышки бурые на листьях что это такое и и характерная окраска такой окраской принципе может похвастаться ну только она да нет она а плюс сорт фрейс мильбо и сорта ему трус и а я думаю что количество пятен будет все время увеличивая увеличивается да и они будут характерно становиться уже не приходить из 5 полноценной красной бордовую смотреться это будет очень красиво слушай ну вот для микс бордеров на переднем плане для альпийских горок идеально здорово спасибо